Эта информация есть, но я в конце ещё скажу об этом. Да, да, вот, обязательно скажите в конце, ага. Я думаю, в 7 часов, да, можно уже начинать, да? Думаю, что можно, да. Ага. Ну, всем привет, кто сейчас онлайн и тем, кто смотрит эфир в записи. Меня зовут Юля, я волонтёр «Друзья Океана», активно принимаю участие в просветительских проектах организации, в том числе организую подобные эфиры с участием ведущих экспертов области морских млекопитающих, чтобы мы с вами узнали больше фактов о животных, о том, как их лучше сохранять. Кроме оказания помощи и просветительской деятельности, мы большое внимание уделяем сбору информации о животных, о морских млекопитающих, как о живых, так и о мёртвых. Если мы встречаем кита в море, мы фиксируем дату встречи, координаты, фотографируем определённым образом, смотрим, нет ли ранений, верёвок, следов запутываний. И о погибшем животном, о мёртвом животном тоже можно собрать много полезной информации, которая необходима для изучения как вида, так и о состоянии его среды обитания. Процедура сбора информации с мёртвого животного, она несколько иная, может быть, сложнее. И не хочется сбегать сейчас вперёд. Хотела бы сказать, что всю эту информацию, которую мы собираем, мы аккумулируем в базу данных, которая постоянно пополняется. И бывает такое, что мы узнаём, что выбросился мёртвый кит, но у нас нет возможности приехать на место и собрать материал. А кит, предположительно, краснокнижный или малоизучен. И, например, в данный момент у нас сейчас в Смирнуховском районе выбросило кита, предположительно гладкого, либо гренландского, либо японского гладкого. Лежит он себе сейчас там, разлагается. А вот в Москве, например, есть учёный, который изучает этот вид китов. И он печально смотрит в окно и до сих пор надеется, что мы принесём ему уникальные образцы. Собственно, к чему я это веду? К тому, что было бы здорово, если бы стало больше людей, которые смогли бы правильно собрать минимум информации, которая бы потом пригодилась учёным для дальнейших исследований. И сегодня у нас как раз тема о том, как правильно собрать биоматериалы и информацию о падших животных, о мёртвых животных. И Татьяна Денисенко, микробиолог, научный руководитель экологического центра Дельфа по спасению черноморских дельфинов, расскажет нам сегодня о причинах гибели животных, о том, как правильно себя вести при встрече с мёртвым животным и как правильно взять биоматериал с этих животных. Татьяна, передаю слово вам. Да, спасибо большое, Юля. Здравствуйте. Здравствуйте ещё раз. И Юля очень хорошо сказала о том, что действительно учёным очень необходим данный материал, и не только учёным, вообще международному сообществу. Дело в том, что китообразные – это очень редкие животные. Информация о каждом животном, она весьма ценна, как для науки, казалось бы, далёкой для всех и для многих людей. На самом деле это всё очень нам близко, потому что информация о том, чем болеют животные, какие проблемы с ними происходят. Расскажут нам о том, что происходит с Теллом, с Мировым океаном. И аккумулируя такие знания в таких местах, как Сахалин, например, или в таких местах, как Черноморское побережье, делясь потом этими знаниями с международным сообществом, мы можем сложить цельную картинку о том, какие изменения происходят в Мировом океане, ну а впоследствии о том, как с этими изменениями бороться и что вообще нам, обычным людям, можно для этого сделать. И поговорим мы сегодня с вами о том, как отбирать правильно биологический материал от морских млекопитающих, и как правильно его передать для исследования, кому передать, и как правильно его хранить. Ну давайте начнем с того, что выбросы морских млекопитающих, они неравномерно распределены в году, они неравномерно распределены по годам и по сезонам. У нас, например, в этом году на Черноморском побережье достаточно большое количество выбросов было зарегистрировано. Это вот то, что было учтено. Посмотрите, как много мы обнаружили павших дельфинов в мае, апреле, в июне, то есть вот последние данные цифры я вам даю. Правда, немножко обманула вас. Презентацию я делала вчера, а сегодня у нас произошел еще один выброс. Поэтому не 55 дельфинов в июне, а 56. И у нас осложняется ситуация еще тем, что животные выбрасываются на берег, там, где находятся такие активные пляжи, постоянно к этим животным подходят отдыхающие, трогают и так далее, и так далее. Это очень небезопасно, и мы сегодня с вами об этом поговорим, потому что морские млекопитающие болеют общими с человеком болезнями, и можно заразиться, можно получить вот такую инфекцию, даже об этом совершенно не задумавшись. Что же вообще происходит с нашими животными, и что воздействует на них, почему вот эти выбросы происходят? Вообще, конечно же, морские млекопитающие, так же, как и любые животные, они имеют определенный срок жизни, они подвержены заболеваниям, поэтому гибель, она происходит, и от этого никуда не денешься, и весь вопрос в том состоит, насколько большое количество особей в популяции гибнет, насколько высока вот эта доля погибших животных относительно живых. Пока посчитать это очень сложно, потому что для того, чтобы оценить процент погибших животных, необходимо вначале исследовать популяции живых животных, пересчитать их. Вот где-то в каких-то регионах России это проходит достаточно хорошо, в частности, на Камчатке активно изучаются касатки, серый кит изучается в районе Сахалина, и тоже в Камчатском крае. В принципе, с этими животными, поскольку они чуть не исчезли, если говорить о сером ките, особенно его восточной популяции, то здесь, конечно, были брошены большие научные силы, этих животных посчитали, и мы можем хотя бы приблизительно предположить, какой процент из них погибает. Что касается, например, наших черноморских дельфинов, их не считали с 80-х годов, поэтому мы не можем сказать, вот тот выброс, который я вам показала, это норма или это уже какая-то патология, есть эпизоотия заболевания животных, приводящего к таким большим количествам гибели, или это какие-то другие причины. Но, тем не менее, что мы вот пока сейчас для себя отметили, это касается не только черноморского побережья, а вообще всей мировой ситуации, это то, что на организм морских млекопитающих очень сильно влияет ряд факторов. Они здесь как раз на слайде у вас перечислены. И вот этот ряд факторов, он может действовать напрямую, например, от травм, которые нанесли суда, или от запутывания в сетях, животные гибнут. Также эти факторы могут влиять косвенно, например, загрязнение моря какими-либо токсикантами, активная деятельность человека в местах размножения и миграции животных, снижение кормовой базы влияют в первую очередь на здоровье животных, на их иммунокомпетенцию и резистентность к различным устойчивостям, к различным патогенам, которые тоже в море может приносить человек. Ведь мы с вами, я имею в виду людей, мы сбрасываем в море не только токсические различные отходы, мы сбрасываем еще и канализационные и аграрные стоки, которые несут, помимо прочего загрязнения, несут различные патогены человека и патогены наземных животных, в частности, хозяйственных животных. Вот эти патогены, попадая на ослабленный организм животного, ослабленные токсинами, стрессами и так далее, они вызывают тяжелые инфекционные заболевания и, конечно же, это приводит к гибели животных. И гибели, и снижение размножения, и мертворождение детенышей, вот это все может приводить вот к таким массовым выбросам. Ну и, конечно, еще одна очень нехорошая вещь случается с нашими китами, особенно с мелкими, это браконьерство и отлов. Тоже страшная вещь, которая снижает популяцию. К сожалению, мы периодически встречаем вот эти все следы браконьерства, когда находим животных с отрезанными плавниками, хвостами, со вспоротным животом и так далее. Это есть во всем мире, к сожалению, от этого никуда не уйти. Ну и вторая часть браконьерства, это отлов животных для дельфинариев и океанариумов, тоже снижает количество особей в популяциях, соответственно, увеличивает их шанс на то, чтобы они погибли. Морские млекопитающие болеют все теми же болезнями, которыми болеют и наземные животные. Это и травмы различные, которые они получают не только от столкновения с судами или запутываясь в сетях, ранняя себя этими сетями. Бывают травмы и видовые, и межвидовые, когда в результате драк животные могут получить травму. Вы наверняка знаете, что вот такие крупные ластоногие, как сивучи или морские котики, они достаточно часто самцедируются и вот такие внутривидовые травмы получают. Но в последнее время стали актуальными такие заболевания, как токсикологические, то есть отравления, и инфекционные болезни. Ну и здесь же можно в один ряд поставить и паразитарные заболевания, поскольку и инфекции, и паразитарные заболевания, они всегда точно, четко связаны с работой иммунной системы. Как только иммунная система дает сбой, сразу же возникают условия для того, чтобы хорошо размножались различные паразиты, как маленькие паразиты в виде бактерий, вирусов и простейших, так и крупные паразиты в виде гельминтов. Не секрет, что вообще многие морские млекопитающие, китообразные в том числе, это целый дом для большого количества червей, различных гельминтов. И это еще академик Скрябин исследовал вот этих всех гельминтов, китообразных в свое время. Сейчас тоже такие работы продолжаются. Очень много было открыто новых видов. И эти гельминты тоже и по нашим наблюдениям, и по наблюдениям международных специалистов живут, сосуществуют в популяциях китов и дельфинов. Но как только у этих животных снижается иммунитет, вот эти черви тоже начинают активно заселять организм. И, казалось бы, не должны там эти личинки проникнуть и все прочее, но вот получается так, что очень большое количество паразитарного пресса мы наблюдаем у животных. И связываем это, в первую очередь, как раз таки с такими проблемами, как загрязнение моря и снижение иммунитета у животных. Сейчас, секундочку. Теперь мы поговорим о том, какие направления исследований биологического материала можно провести, отбирая пробы от живых и павших животных. Но в первую очередь от павших животных. Во-первых, это исследования на различные патогены, бактерии, вирусы, грибы и различные паразиты. Мы можем изучить генетику животных, определить их вид, если это невозможно, определить их происхождение, определить, к какой семье это животное относится. Потому что генетическим исследованием мы можем узнать, кто был мамой этого животного, прамамы и так далее. То есть определить линию животного. И впоследствии ученые, которые занимаются популяционной вот этой всей биологией и генетикой в том числе, они целые карты создают на семьях китообразных и могут определить, кто откуда пришел, даже определить их пути миграции. Если это соединяется с фотоидентификацией, с фотоайди, то можно составлять такой как бы уже даже генетический паспорт данного животного, знать о нем всю информацию. Даже если это животное погибло, мы ретроспективно можем эти данные внести в его историю и понимать, откуда он взялся, откуда он пришел, какой он семьи. Все эти знания, они дают нам то, что мы можем узнать, как мигрируют наши животные и сколько их вообще в итоге. Одного и того же мы считаем, или это другая оса. Токсикологические исследования позволяют выявить целый ряд, целый спектр различных токсинов, которые есть в море. И киты здесь можно поставить на первое место из морских жителей, в которых легче всего обнаружить токсины. Почему? Дело в том, что кит или дельфин в море являются высшим хищником, особенно относятся это к зубатым китам, таким как к осадке или кашалоте. И, как правило, в высшем хищнике накапливаются токсины максимально. То есть, если сравнить планктон или рыбу и сравнить китай или дельфина, то в нем будет наибольшая концентрация этих токсинов. И это дает возможность выявить в полной мере и понять, что происходит в итоге с нашим мировым океаном. Ну и биологические пробы, это, например, пробы зуба, определяют, помогают определить возраст животного, его половую принадлежность и так далее, и так далее. Здесь сочетание генетики и морфологических признаков мы можем использовать. Некоторые ученые для вот таких биологических признаков, они еще исследуют и скелеты животных, кости. У нас есть знакомые ученые, которые просят отбирать им конечности животных. Они делают по ним очень большую базу данных, изучают и могут понимать, что вообще с животными происходит, есть ли какие-то отклонения от нормы и так далее, и так далее. Итак, прежде чем приступить к отбору проб, мы с вами говорим сегодня о павших животных, давайте определимся по тому, насколько свежий труп животного вы обнаруживаете. Почему это важно? Дело в том, что для разных исследований отбирают пробы от разной степени свежести трупа. Если мы хотим обнаружить живые микроорганизмы или живые патогены, то нам нужны свежие трупы. Мы думали-думали и разделили в итоге свежесть трупа на пять категорий для того, чтобы нашим волонтерам теперь уже и вашим тоже было удобнее отбирать материал, чтобы было понятно, от кого какой материал можно отобрать. Итак, первый код – это животное, которое мы четко знаем время гибели. То есть, это самый свежий дельфин или кит, или даже, если мы говорим о лостоногих, может быть, я их сюда отнести. Так вот, это либо животное в настоящий момент живое, ему оказываются помощи, параллельно с помощью мы можем отбирать патологический материал, я расскажу вам потом, какой. Если это животное погибло, мы четко знаем, когда это произошло. И в течение первых трех часов после гибели можно отбирать вообще весь спектр материала, потому что там будет максимально, скажем так, возможно потом из этого материала извлечь все научные данные. От такого животного можно даже отобрать кровь посмертно. И она, я вам могу сказать, очень хорошие дает данные. Вот мы как раз недавно отбирали пробы на Черном море и картина крови нам дала огромные возможности для того, чтобы понимать, что происходит с животным. Свежий труп 2 свежести, это труп, который выглядит как свежий, недавно погибший, но при этом мы не знаем точное время точное время его гибели. И у первого кода и у второго кода могут быть выклеваны глаза или они могут быть разорваны какими-то хищниками, теми же песцами, которые пытаются там поесть или чайками. Это не должно смущать, потому что иногда животное, когда оно ослабленное, оно держится на поверхности, оно не может сопротивляться и чайки уже начинают выклевать прижизненно. Поэтому если отсутствуют глаза или отсутствуют какие-то другие части тела, это не говорит, что труп не свежий. Но тем не менее, мы относим к коду свежести 2 тех животных, которые погибли, мы их нашли, увидели, они выглядят прилично, нет никаких следов высыхания сильных, нет вздутия, нет запаха чистой, слизистой оболочки, невыпеченный язык и пенис. Вот этот труп мы считаем код 2. Он тоже хорош для того, чтобы исследовать весь спектр диагностики, но тем не менее, этот код надо указывать, потому что когда мы делаем исследование той же микробиологии, изучаем микроорганизмы, нам важно это знать. Дело в том, что через 3 часа после гибели любого животного, китообразного, морского, питающего, иноземного, происходит миграция микроорганизмов из кишечника. У нас у всех с вами есть нормальная микрофлора на слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, половых органов и так далее. И вот эта микрофлора через 3 часа ее уже перестает сдерживать факторы иммунной системы, она начинает дефундировать во все ткани органы, в которых вообще никогда никаких микроорганизмов не было. И, кроме того, начинается преобладание вот той кишечной микрофлоры, она забивает вообще все, что там есть, и выделить оттуда потом патогенные микроорганизмы, которые, как правило, более слабенькие, с ними нужно работать очень хорошо в лаборатории, чтобы их выделить. И она начинает эта микрофлора все это забивать. Поэтому, если вы отбираете вот от такого трупа материала, обязательно надо указать, что это второй код, потому что это в лаборатории будет важно. То есть люди будут знать, к чему готовиться, готовить бубны, и в них пить, танцы с бубнами делать, чтобы вызвать не духов, а чтобы выделить те микроорганизмы, которые, возможно, привели к гибели. Следующий код – это незначительное умеренное разложение тела в удовлетворительном состоянии, но наблюдается вздутие, язык и пенис выпечены, кожа потрескавшаяся и расслаивается, и может присутствовать такой характерный трупный запах. Глаза впали, оболочки сухие, слизистые. Вот такой же труп не для всех исследований пригоден. Поэтому здесь мы тоже будем с вами говорить, что отбираем. Четвертый – это очень сильное разложение, но при этом тело остается цельным. Может полностью отсутствовать эпидермис, изменяется цвет кожи у животного и присутствует сильный запах. Но такой труп мало пригоден для многих исследований, но для некоторых от него взять можно. Пятый код – вот здесь, к сожалению, он у меня пропал, слайд. Пятый код – это когда мы находим мумифицированные останки или просто скелет. Там, конечно, ничего уже не возьмешь. Первое, что мы должны с вами понимать, что для отбора проб, если мы хотим изучить патогены и все прочее, мы должны брать набор материалов, который должен быть стерилен. Если это инструмент, который у нас есть, ножницы, пинцеты и так далее, можно его ополоснуть спиртом и прожечь даже на обычной зажигалке или свечке или спичками, так, чтобы провести вот такую стерилизацию. Обязательно нужно использовать антисептик для себя и для обработки инструмента. Очень важный момент – это маркировка проб. Посмотрите, я ее ставлю даже раньше, чем собственная безопасность. Почему? Потому что бывает так, что ученым отбирают пробы, при этом их неправильно маркируют, и вот такой материал, несмотря на его уникальность, несмотря на то, что он ценный, что его достают с трудом, везут его издалека, он не имеет никакой научной ценности. Потому что если мы не указали от кого, от какого животного, когда было отобрано, что там, разобраться бывает порой невозможно. А писать непонятно о чем, отчет или записывать это в диагностику, мы, конечно, не имеем права, потому что наука, она должна быть точной. Здесь указано, что нужно отметить, если вы отбираете биологический материал. Если у вас есть координатор, который ведет определенный журнал учета павших китообразных или ластоногих, то, связавшись с координатором, вы можете узнать номер данного животного и тоже его внесите обязательно на пакет, на который вы складываете материал. Теперь, где мы маркируем? Многие виды материала мы берем в пробирки, в различные контейнеры или пакеты, но лучше подписать сразу несколько раз. Во-первых, на вот этой пробирочке, которую вы взяли, дальше материал весь складывается, как правило, в такой пакет, пакет подписываем тоже, а еще для того, чтобы совсем было точно, мы еще вложим в такой пакетик бумажку, на которой простым карандашом, непромокаемым тоже напишем третий раз третью этикетку. у вас должно быть на каждый материал не менее трех этикеток. И плюс желательно в тетрадь, в мобильный телефон, в заметке, запишите ту же информацию, чтобы она сохранилась. Тогда это будет важно и для ваших координаторов, и для тех ученых лабораторий, которые будут этот материал исследовать, и впоследствии для всех нас, потому что мы этот материал сможем совершенно спокойно везде предоставить, отчитаться, где это возможно, перед госслужбами или перед научным сообществом. И этот материал вполне можно будет использовать для учета состояния наших морей. Что нужно для исследований? Мы начнем с вами с паразитарных микробиологических вирусологических исследований. И здесь перечислены те материалы, которые нужно иметь для того, чтобы отобрать материал, для того, чтобы отобрать пробы от животных. Сразу хочу оговориться, что мы у себя на Черном море не производим вскрытие китообразных. Если у вас это возможно, тогда, наверное, под контролем государственной ветеринарной службы это можно делать на берегу с соблюдением правил техники безопасности и вскрытия. Но лучше, чтобы это делал врач. Не вы сами, а только врач. Конечно, внутренние органы несут наибольшую, скажем так, достоверную информацию при исследовании, в том числе и на бактериологию и вирусологию. Но, к сожалению, это не всегда безопасно. Вот в нашем случае на Черном море мы не имеем права вскрывать, для себя не имеем права, но никто таких условий ставит. Мы считаем, что мы не имеем права это делать, потому что мы можем заразить окружающих людей, то микрофлоры, которого из этого дельфина, погибшего, попадет в окружающую среду, попадет на камни, попадет в море и попадет к тем людям, которые проводили это вскрытие. То есть для того, чтобы это сделать, все-таки нужна специальная лаборатория, специальная вскрывочная со всеми возможными степенями безопасности, которые могут быть. Поэтому мы сегодня с вами будем говорить о тех пробах, которые можно взять любому человеку, не имеющему медицинского или ветеринарного образования, и для этого не нужно будет вскрывать спавшее животное. Если вы готовы к этому, то мы сейчас об этом поговорим. И как здесь написано, что мы должны иметь с собой? Во-первых, это нужны специальные коллекторы с транспортной средой и зонтотампонами. Вы наверняка видели такими в поликлинике, берут у нас мазки и потом туда складывают в этот коллектор, в эту пробирочку и отправляют в лабораторию. Цитощетки. Сейчас пока, возможно, непонятно вам, о чем я говорю, но я покажу фотографии. Вот весь этот материал, я думаю, что вы обязательно закупите у себя на Сахалине и будете иметь какое-то определенное количество, чтобы можно было эти пробы отобрать. Кроме всех вот этих пробирок и прочее, что я вам покажу, нужно обязательно иметь с собой спирт, нужно иметь с собой антисептик для рук, для себя, для кожи, для того, чтобы если произойдет какая-то авария и вам попадут вот эти биоматериалы на кожу и так далее, или ранение произойдет, то вы можете всегда себя обработать. Различные ватные тампоны, салфетки для вскрытия, а для работы с кожей животного нужны пинцеты или скальпель или нож. Обязательно нужно иметь маску, перчатки, это прямо железно. А желательно еще водонепроницаемую одежду, ну, можно в виде комбинезонов, да, таких провязиненных, либо такую одежду, которую можно легко постирать после работы и простерилизовать. Ну, и желательно, конечно, иметь сумку-холодильник для краткосрочной транспортировки материала в то место, где этот материал будет собираться и аккумулироваться, где он будет лежать до отправки по лаборатории. Так, ну, давайте посмотрим, какие же материалы нужно иметь. Во-первых, вот они, коллекторы с транспортной средой. Мы их используем для того, чтобы выявить грибки и бактерии у дельфинов и у других животных. Вот они же, эти коллекторы. Лучше использовать черную угольную питательную среду. Она хорошо сохраняет достаточно длительно, особенно при хранении в холодильнике при плюс 4. Вот два варианта цитощеток. Это гинекологические цитощетки. Очень хорошая вещь, потому что они стерильные, одноразовые. Мы можем брать ими материал не только для вирусологических исследований, для этого мы их используем. Но еще можно брать даже для генетики. Если животное живое, то мы можем этими цитощетками собирать эпитермис с поверхности кожи. Значит, вот эти цитощетки, они запакованы в индивидуальные пакетики, которые сохраняют стерильность этих цитощеток. И в чем их особенность в том, что они берут не просто микробы, они берут кусочки слущивающегося эпителия, например, со слизистой оболочки дыхательных путей. А именно внутри клеток живут вирусы и некоторые бактерии, супер такие паразиты. Например, хламидии, может быть, вы слышали заболевание хламидиоз. Китообразные им тоже болеют. Это, например, различные вирусы, такие как вирус чумы и другие. Пробирочка, в которую потом эту цитощетку мы будем помещать. Или вот такая пробирочка, или такая пробирочка. И вот сейчас появились новые среды. Ну, видимо, на волне ковида, то, что вот сейчас приходится очень много вирусологических исследований делать, такие замечательные питательные среды сразу вот с тампончиком, которые содержат вещества, блокирующие размножение бактерий, но поддерживающие вирусы. И можно попробовать найти такие, использовать их тоже для отбора проб. Чем они хороши? Тем, что мы можем выявить таким образом вирусные заболевания животных и некоторые бактериальные. Что еще нужно? Скальпель, пинцет, ножницы и вот пассатижи. Пассатижи посоветовали нам наши волонтеры, которые отбирают уже несколько лет материал. Дело в том, что один из методов биологических проб взятия – это взятие зуба животных. Это важный материал, который и для генетиков подходит, и для того, чтобы определить возраст животного. И вот этот зуб никак не хочет скальпелем вытаскиваться с пинцетами и руками тоже. И наши волонтеры попросили, что вот давайте мы будем это пассатижами делать. Оказалось, очень удобно. Поэтому вот в нашем списке появился и такой инструмент, не совсем медицинский, но очень полезный. Единственное, что не забудьте его обработать спиртом и прожечь над пламенем, чтобы у нас все было стерильно. Очень хорошо иметь стерильные зип-пакеты. В них можно непосредственно складывать материал, но если такие не найдете, то можно использовать обычные зип-пакеты, например, для замораживания. Они продаются в супермаркете. И складывать уже в них пробирочки, подписывать. Очень удобно. И от каждого животного можно сложить в один пакет материал, который при одной температуре хранится, а в другой пакетик материал, который при другой. Дело в том, что ряд проб мы храним при температуре плюс 4, а ряд проб нужно замораживать. Вот мы обычно делим на два таких пакета, подписываем все, вкладываем туда бумажечки, вкладываем эти пробирочки, везем в офис и там уже раскладывать гораздо удобнее по вариантам хранения. Пластиковые контейнеры тоже хорошая штука, потому что в них можно отбирать паразитов. Паразитов или вот тот же зуб положить, тоже очень удобно. Иногда требуются предметные стекла, можно на них сделать мазки или выдохи животных. И вот для продвинутых волонтеров у нас мы попросим взять кровь, особенно если труп первого кода свежести. Оказывается, кровь очень информативна, даже если животное погибло. Но здесь есть сложности при отборе, поэтому я не буду на этом останавливать подробное внимание ваше, потому что это отдельная история, как взять пробы. Но если среди вас есть люди с медицинским или ветеринарным образованием, неважно, средним или высшим, вы это сделать сможете. Это используются обычные стандартные иглы, либо вот такие двойные, либо иглобабочка и вакуэты. Мы отбираем кровь для исследования на биохимию крови и общеклинический анализ. Это два вида пробирок. Пробирка для сыворотки с красной или желтой пробкой и пробирка с фиолетовой пробкой для гинекологического анализа. Это стандартная медицина и ветеринария. Ну и вот термосунка, в которую мы после того, как отобрали пробы, все-все-все сложим и транспортируем в то место, где пробы аккумулируются. Ну и конечно же, перед тем, как начинать работу, оцените свою экипировку и имейте всегда в голове мысль о том, что все эти отборы проб должны быть для вас безопасны. Вот если есть наличие каких-то опасных ситуаций, например, погода плохая, или труп, например, лежит где-то на кромке воды, его постоянно утаскивают туда в воду, потом его выбрасывает, идет сильная прибивная волна, на вас нет гидрокостюма, вот в таком случае не надо геройствовать, лезть за этими пробами, обойдется научное сообщество, как-нибудь переживет, уж ладно, или дождитесь, пока его выбросит. Опять же, ураган, ветер, гроза и так далее, не рискуйте, пожалуйста, не лезьте на рожон, не отбирайте материал, но если все нормально, если животное погибло, лежит на берегу, значит, вы должны помнить о своей безопасности и помнить о том, что есть общие болезни у нас с животными, поэтому обязательно до начала работы и после обрабатывайте кожу рук антисептиком, раствором антисептика, дальше обязательно наденьте защитную маску и перчатки, во-первых, это вас убережет от тех возможных патогенов, которые есть у данного животного, а во-вторых, убережет наш материал, который мы будем исследовать, или лаборатория другая будет исследовать, неважно, убережет от вашей собственной микрофлоры. У нас была такая ситуация, вот сейчас вам расскажу, мы отбирали пробы выдохов от серых китов, отбирали их дистанционно, то есть мы попросили фотографов, которые фотографировали, собирать выдохи в чашке Петра, и вот от 11 китов у нас приехал материал. 10 китов материал был относительно похож, то есть явно были китинные бактерии, мы их сеяли, и вдруг у 11 кита мы высеваем золотистый стафилококк, суперпатогенный, прям вот такой страшный-страшный. Мы сначала схватились за голову, ну как же так, это, что же делать, кит болеет, надо посмотреть, смотрим карточку, упитанный, запаха издыхало, нет, вы наверняка знаете, кто такие вонючие киты, от них какой специфический запах идет, но вот этот был без запаха, то есть по всем признакам он совершенно здоровый, ничего с ним не должно быть. Начинаем выяснять, оказалось, что человек, который отбирал данные пробы, заболел ангиной, и в этот день он не надел маску, и его дыхание выбрасывало в воздух вот тот золотистый стафилококк, который размножился у него активно в ротовой полости, а мы подумали на кита, да, то есть можно сделать глобальные ошибки, и вот хорошо, что так получилось, что сознался наш оператор в своей промашке, он говорит, а как вы меня вычислили, что я без маски был? Мы ему показали чашку Петре с его замечательными страшными стафилококками, немножко его испугали, но вот это можно увидеть, но я вам скажу, что не каждый лаборант, не в каждой лаборатории обратит на это внимание, просто решат, что это китины, или дельфини, или сиучины, неважно, у кого вы будете брать пробы, решат, что это от животного, и пойдет искаженный материал, который, конечно, принесет больше вреда, чем пользу. Если вы повредили кожу, да, вот бывают такие случаи, когда порезались скальпелем, когда брали кусочек кожи и так далее, и так далее, вот что делать? Нужно как можно скорее быстро промыть рану водой, лучше чистой, да, и можно флоргексидином залить, перекисью водорода, обработать вокруг раны зеленкой, йодом, чем угодно, 70% спиртом, не 96%. Вот эти антисептики очень хорошо справляются с микроорганизмами, но тем не менее, я бы вам рекомендовала после этого все-таки обратиться к медицинскому работнику, потому что есть ряд возбудителей, которые при попадании в раны могут вызвать тяжелые инфекционные заболевания, например, тот же бруцеллез, и чтобы вам назначили, обязательно назначили курс антибиотика с профилактической целью. Лучше, конечно, не раниться, да, лучше никаких травм себе не наносить, но если вдруг такое случилось, пожалуйста, имейте в виду. Итак, вот те болезни морских мегапитающих, которые могут быть опасны для человека. Это не весь перечень, который здесь указан, но посмотрите, как много этих болезней. И одно из них, вот я о ней уже говорила сегодня, это бруцеллез. Бруцеллез, наверняка вы слышали, есть заболевания у сельскохозяйственных животных, у коров, у севиней, у овец и так далее. Человек может заразиться от этих животных, либо от пищи, от продуктов животного происхождения, которые он употребляет от больных животных. Человек болеет достаточно тяжело, посмотрите, как скручивают суставы, и это заболевание, которое остается пожизненно, но неизлечимо. Что касается китообразных или лостоногих, у них свои виды бруцелл, но оказалось, что эти бруцеллы опасны для человека. У дельфинов такие бруцеллы вызывают поражение головного мозга. Видите, вот кровоизлияние в головном мозге. И самое страшное, что оказывается, у человека симптоматика точно такая же. То есть поражение центральной нервной системы. Поэтому, зная об этом заболевании, надо быть очень осторожным и при отборе проб, при оказании помощи диким китообразным. Конечно, не факт, что наши животные, обитающие в Сахалине, или вот у нас на Черном море, они больны этим заболеванием. Пока мы те пробы, которые отбирали и исследовали, мы не нашли бруцеллезу у наших черноморских дельфинов. Но это не значит, что этого заболевания нет. Во всем мире он регистрируется, в частности, и в Атлантическом океане находят животных, периодически выбросы бывают, и вскрывают, и находят вот этот как раз-таки бруцеллез. Вот эта фотография сделана в Институте бруцеллеза Великобритании. Они проводят вскрытие при гибели морской свиньи местной, и вот как раз-таки очень даже много находят животных больных данным именно видом возбудителя. Это герпес, вирус. Герпес вирусом человек, в случае заражения человека, отмечался при контакте с ластоногими дикими животными, морские котики, сивучи и другие. Тоже надо иметь в виду. Дельфины тоже болеют герпесом, и киты могут болеть герпесом, но вот в литературе описано заболевание именно у ластоноги. Заболевание рожи свиней, или резепилоид, в медицине оно называется, очень тяжелое заболевание. У китообразных оно вызывает очень часто быструю гибель или поражение в виде аромбических таких эмбовидных пятен на коже, а у человека он вызывает местное воспаление, воспаление суставов, очень высокую температуру и дикую боль в месте заражения. Заражаются рожи свиней при порезе, то есть если нарушена целостность кожи и попали эти возбудители, то можно заразиться. Очень неприятная болезнь, хотя, к счастью, лечится, в отличие от брацеллеза. Туберкулезом тоже болеют наши китообразные. У них, правда, тоже свой вид возбудителя, но он не патогенен и для человека. Вызывает неистинный туберкулез, не туберкулез легких. Чаще всего поражается именно кожей. Пастеролиоз, да, и вот два таких заболевания, как стрептое, стафилококозы, у животных, у этих бывают, поражаются при этом дыхательные пути, и мы можем тоже заразиться, хотя вероятность заражения небольшая, но она есть. Есть и грибковые заболевания, они чаще всего у животных проявляются в виде кожных поражений тоже, человек может заражаться и другие. Поэтому имейте в виду, когда будете работать с живыми, дикими животными и с павшими, от которых отбираете материал. Какой материал отбирают для бактериологии, вирусологии, микологии и цитологии? Мы отбираем, как я уже говорила, не делая вскрытие. Мы отбираем смывы или мазки, они называются, это синоним, из тех естественных отверстий, которые нам доступны. Очень информативен, глубокий мазок из дыхала. Для этого мы вводим тампон, зонт-тампон стерильный, вводим в полость дыхала, проводим по стеночкам. Складываем потом этот зонт-тампон в пробивку. То же самое мы делаем параллельно с цитощеткой, для того, чтобы отобрать материал на вирусологию. Мазок с конъюнктивы глаза можно выполнить. Можно сделать смыв из наружных половых органов, из половой щели. Можно сделать из ануса. Но вот половая щель и анус, конечно, мы можем выполнить мазки, только если животное лежит в боковом положении на боку. И у нас есть доступ к этим местам. Если у животного есть раны на теле, поражение кожи инфекционной, различные пятна, высыпания, абсцессы и так далее, мы тогда обязательно делаем из них тоже смывы. Если это открытая рана, значит, мы делаем смыв. Если это закрытая абсцесса или папула, вот здесь можно аккуратно скальпелем, лезвием или ножом простерилизованным сделать вскрытие и взять содержимое. Если животное живое, например, это дельфин или кит, то можно взять выдыхаемый воздух, выдох. Мы его берем на чашку Петри, да, вот я не показала вам, или на стекло предметное, но здесь показан ход работы, да, обязательно перед тем, как вы выполняете мазок, нужно обработать участок кожи вокруг места отбора белого материала любым антисептиком. Если это животное павшее, то подойдет и спирт, любой антисептик, который вы захватили. Когда мы отбираем от живых животных, мы обрабатываем хлоргексидином, чтобы не навредить. Но что касается живых, вот здесь сделаю отступление лирическое. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с живыми животными, у нас на первое место выходит помощь. И отбор проб это вторично. Все силы мы бросаем именно на помощь животным. Если есть свободные руки, если есть навык у человека, не навредив взять эти пробы от живого животного, то можно попробовать. И мы берем обычно либо выдох, либо мазок из дыхала. И мы отбираем материал для генетики. Вот здесь как раз для генетики мы берем просто соскоб с кожи. И такой соскоб, который не причинит вреда животным. Вот той же цитощеткой можно по боковой стороне тела провести, соскрести вот этот эпидермис, который у них постоянно слущивается. Можно даже взять зубную щетку, обычную, нестерильную. Для генетики популяционной там не нужна стерильность. И этой щеточкой прямо вот хорошенько пройтись по спине или бокам животного. Ну, а если это крупный кит, например, серый кит или горбач, то можно тогда взять вообще щетку для одежды, то есть крупную, и взять хорошие такие пласты кожи счесать. Для животного это совершенно безвредно, у него постоянно происходит слущивание, и он это будет чувствовать как почесывание. Так, что касается отживых, если животное павшее, то мы чуть позже скажем, будем брать кусочек кожи. Так, значит, как мы берем, если животное погибшее, вот то отверстие, которое мы хотим взять, мы его обработали вокруг, вводим внутрь, хорошо проводим по стенкам, дыхало или половой щели, неважно, вынимаем и складываем в пробирку с питательной средой, с той, которая у нас есть. Значит, для бактериологии отдельно вот в эту черненькую среду, для вирусологии просто мы складываем вот эту цитощеточку маленькую в пробирочку, срезаем вверх вот эти вот палочки цитощетки и пробирочку закрываем. Раскладываем материал по тому, как он хранится. Вот материал для бактериологии, это тупферы с черной транспортной средой, хранят при температуре плюс 4, то есть в холодильнике. А вирусологию и генетику мы храним при температуре минус 18 в морозилке, поэтому сразу можно уже разложить два пакетика. И потом маркируем обязательно, еще раз напоминаю, все, подписываем, все, что можно, пробирку, пакетик, туда же, значит, складываем в пакетик бумажечку с надписью, вносим это все в свои заметки в телефоне или в полевой дневник и складываем в термосумку. Отбор проб при дерматомикозах, то есть если мы видим на поверхности вот такие пятна, как лишай, то есть с ободочком, то здесь нужно брать пробу на границе пораженной здоровью кожи. Можно взять скальпель или нож и прямо поскрести вот по этой части, снять кусочек кожи. Отпавшего животного или живого животного тоже можно таким образом или цитощеткой потереть, да, или тупым концом ножа. Материал складывают пластиковую пробирку, вот это то, что у нас скребли, закрываем крышку и грибы не убьешь ничем, их можно и замораживать, можно и положить плюс четыре. Здесь не имеет значения. Так, ну вот здесь показано, как мы берем выдохи у животных, которые плавают в акватории, да, пока они, конечно, очень боятся такого девайса, таких устройств, особенно, когда выходят дельфовцы в масках, в очках и в белых костюмах, мне кажется, что китообразные просто сначала думают, что, ребята, вы сошли с ума, а потом быстренько сбегают, но я надеюсь, что скоро мы будем отбирать материал достаточно лихо и хорошо и с вами обязательно поделимся нашими результатами. Ну а здесь показано, как наши волонтеры отбирают пробы как раз цитощетка, это отбор для вирусологических исследований, отбирают пробы из половой щели. Здесь показаны тоже виды отбора материала, здесь смотрите, как раз морж, вот он, отбирают пробы для бактериологии, складывают потом вот эти пробирочки, здесь мы отбирали как раз у серого кита выдохи в чашку петри впустую, а потом стерильным зонтампоном собирали все это и опять же такую пробирочку складывали. Здесь показано, как отбирать материалы, какие материалы есть, если можно взять, например, есть вскрытие какое-то, например, открыта полость брюшная, можно взять эти органы, есть доступ, но позвольте, я подробно не буду на этом останавливаться, это отдельного семинара темы, просто для ознакомления. Для вирусологических исследований, еще раз повторю, мы отбираем пробы только от трупов первой и второй категории. Для вирусологических исследований мы замораживаем, для бактериологических и микологических грибных мы оставляем при ТОЖ-4. Паразитология. Конечно, в основном паразиты локализованы, я имею в виду паразитов, гельминтов, они локализованы, они локализованы в основном желудочно-кишечном тракте, часто их можно найти в легких сердце животного или даже могут находиться в органе, который отвечает за эхолокацию после гибели животного. Но в нашем варианте, когда начинали брать отбор, находили, вдыхали таких паразитов, находили так называемых глистов, выползков, которые упавшего животного выходят из естественных отверстий, и здесь их можно поймать. Как это сделать? Лучше всего взять животных этих пинцетом и поместить вот в такой контейнер, или если это мелкие гельминты, то поместить их в маленькую пробирку. И здесь мы можем с вами либо залить их спиртом и оставить храниться при плюс 4, если есть спирт. Если спирта нет, тогда мы можем таких гельминтов просто заморозить, и исследование уже пойдет генетическими методами. Так, генетические исследования. Вот то, что мы говорили популяционная генетика. Я вас научила уже, как отбирать пробы, если животное живое, а вот если оно павшее, лучше всего отобрать кусочек кожи. И отбираем мы такие материалы от трупов от первой до третьей свежести. Четвертая и пятая нам уже здесь не подходит. Лучше всего и удобнее всего брать материалы из спинного плавника. Если спинного плавника нет, например, это белуха, тогда можно взять любой участок кожи, который удобно будет вырезать скальпелем. Кому-то это ножницами удобно сделать, кому-то скальпелем. Самое главное запомните, что не надо брать большой кусок. Чем меньше пробы, тем лучше. Максимальный размер образца полсантиметра в сантиметр. Больше не значит лучше. Вот такой образец хорошо бы залить спиртом, он проспиртуется и весь пропитается этим спиртом и хорошо сохранится. Если спирта нет, то можно такой образец поместить в пробирочку. Вот посмотрите, три пробирки сложен материал, правда здесь спиртом залит, а здесь без спирта. И заморозить этот материал. Все эти три пробирки запакованы в один зип-пакет, вложена бумажечка сюда, пробирочка каждая подписана, то есть все у нас сделано. Вот, собственно, вот так упакован материал на генетику и хранение заморозка. В спирте либо просто без спирта мы обязательно этот материал замораживаем. Для токсикологических исследований нужно отбирать кожу с жиром, то есть мы чуть поглубже, со стороны бока, бока, да, животного, или если оно лежит в доступе к животу, в центральной стороне тела, то мы можем сделать такой надрез глубокий со стороны живота или со стороны бока животного и небольшой кусочек кожи с жиром взять, поместить его вот в такой пластиковый контейнер или в пробирку маркировать и заморозить. Отбор зуба. Отбор зуба проводится, ну классически это пинцет и скальпель, но мы уже с вами договорились, что вместо пинцета мы берем пассатижи и скальпель или нож, подрезаем десну и вынимаем зуб. Зуб лучше всего складывать в пакет, ну или вот в такой же контейнер, как для прозипологических исследований. Опять же, дату ставим, обязательно ставим фамилию отбирающего здесь еще раз, это подчеркивается и замораживаем. Да, вот в маркировке проб еще вот такая ремарочка, почему нужно обязательно указывать, кто отбирал. Потому что вы, тот, кто отбирает, вы являетесь очевидцем и вы, возможно, знаете какие-то такие важные нюансы, которые нужны ученым для правильной постановки диагноза. и если с вами связаться и расспросить, возможно, удастся больше узнать вот в этом выбросе, выяснить какие-то подробности, которые помогут в дальнейшем для исследований. Поэтому не стесняйтесь себя указывать, это нужно для науки. Так, и хранение вот этих всех образцов мы производим еще раз, хотела подчеркнуть, при двух температурах. Те образцы, которые нельзя замораживать, давайте еще раз перечислю, что это. Это в первую очередь бактериология, то есть то, что отбирается в пробирку с транспортной средой. Я вам показывала еще среду для вирусов питательную, вот такую тоже надо хранить при плюс 4. А все то, что является биологическим материалом, таким как кожа, жир животного, цитощетки, вот этот материал мы с вами замораживаем. Что касается паразитов, мы можем их заморозить или можем заспиртовать, в зависимости от того, есть ли у нас наличие 96-процентный спирт. Если есть, то мы их можем хранить в холодильнике, при плюс 4, в спирте. Если нет, тогда мы эти гельминты с вами замораживаем. То есть любой материал без добавления каких-либо компонентов мы с вами обязательно складываем в заморозку. Вот такой материал мы транспортируем в то место, где аккумулируется материал до отправки в лаборатории и обязательно все проверяется, что подписано, что нет, и раскладывается по холодильникам, морозильникам до того периода, когда будет возможность обратиться в лабораторию и это все исследовать или отвезти в Москву, или провести исследование на месте. Для этого в любом случае нужно время. Что касается крови животных, вот с этим проблем немножко поменьше, потому что сейчас есть ряд коммерческих лабораторий, которые при, скажем так, если вы вместе с пробами с кровью отдадите нормальное референтное значение для данного вида животных, то вам может провести в принципе любая лаборатория, в том числе и местная. Анализ, самое главное здесь интерпретация, с которой вам поможет любой ветеринарный врач, и мы тоже можем вам помочь, если что, обращайтесь и рассказать эти сведения. Так, обязательно сделать отметку в журнале, заведите, пожалуйста, журнал себе, если будете делать пробы, это очень здорово, помогает для последующей оценки тех выбросов, которые у вас есть. Ну, и хотела бы рассказать о том, для чего нужно вообще эти пробы отбирать, то есть для чего мы с вами уже поняли, а теперь мне хотелось бы вам рассказать, что мы лично для себя открыли, когда стали собирать материалы, когда у нас появилась возможность его исследовать. Вот здесь показан результат исследования бактериологического павшей азовки, которая была кодом номер один, то есть это животное наши волонтеры пытались спасти, но, к сожалению, оно погибло. И у животного была тяжелая пневмония, потому что там и запах был, и сдыхало очень такой сильный, когда она выдыхала. Что мы выделили? Мы у этого животного в верхних дыхательных путях обнаружили стрептококи. Вот они на чашке Петри, на крови у нас растут, мелкие-мелкие колонии. И когда мы провели исследование, оказалось, что этот стрептокок тропический. Вот такие виды, они встречаются в тропических морях, а особенно много его находят в Амазонке. Как раз у амазонского дельфина Ини впервые было зарегистрировано такое заболевание. Также болеют еще рыбы вида теляпия, которые обитают в тропических морях. И вот, что удивительно, еще в 2000 году я лично в своих исследованиях находила у наших черноморских дельфинов стрептококус Ини, но тогда, честно говоря, возникли сомнения, потому что генетических методов подтверждения не было, мы исследовали только с помощью определителей бактериологических. И вдруг, вот два года назад, мы находим точно такой же возбудитель тоже у наших черноморских дельфинов. И подтверждается это всеми видами исследований, именно этот вид стрептокока, что говорит о том, что море-то у нас одно общее на всех, что нет разницы, где живут наши дельфины, в Амазонке или в Черном море, на Сахалине или в Карском море. Возбудители встречаются и там, и там, и там. И везде они есть. То есть микрофлора похожа, микрофлора это встречается, возможно, какими-то токами она заносится из моря в море, возможно, это транспорт переносит эти возбудители. То есть земля наша одна общая. И если в каком-то регионе возникает проблема с китообразными, то есть, к сожалению, такая вероятность, что эта проблема возникнет совершенно в другом регионе. Поэтому, когда мы с вами, вы на Сахалине, мы на Черном море, делаем вот такие исследования и делаем их правильно и грамотно, то мы вносим очень большую лепту в исследования вообще всего Мирового океана и вносим огромную лепту в то, чтобы эти, выявить проблемы Мирового океана. И я надеюсь, все-таки мы их решим, сумеем их решить, если будем об этом больше знать. Поэтому, как вы видите, не так сложно отбирать материал. Возможно, это звучит запутанно. Я пытаюсь уложиться во времени, пытаюсь как можно больше вам показать, но тем не менее, если вы один раз попробуете отобрать материал, у вас обязательно получится. Что я желаю? Чтобы, во-первых, вы, если вы интересуетесь морскими млекопитающими, ознакомились с определенной литературой. Если владеете английским языком, вот есть такая замечательная книга о полевых исследованиях. Здесь как раз рассказывается таким языком, что понятно не только биологам, но и волонтерам и достаточно хорошо иллюстрирована эта книга. Здесь очень подробно рассказывается, как отбирать материал и от ластоногих, и от китообразных. Базовая книга ветеринарных врачей это хэнбук по ветеринарии морских млекопитающих. Вот вышла последняя версия в 2018 году. Там тоже есть о полевых исследованиях, в том числе и о болезнях общих с человеком и животным. Если владеете английским языком, обязательно посмотрите. Ну и замечательные сборники материалов Международной конференции «Морские млекопитающие галактики». Там много полностатейных работы, в том числе и по отбору пропы, и по инфекциям, и по выбросам, и по распределению, в том числе и вашего региона. Замечательные совершенно сборники, и они есть в свободном доступе на сайте Совета по морским млекопитающим. Можно скачать, изучить. Изучать вам, правда, придется долго, потому что этих сборников уже 10. Это очень много. И еще я вам порекомендую наше методическое пособие, которое мы издали в этом году, и оно есть в свободном доступе на нашем сайте delphacenter.org. Это методическое пособие как раз-таки содержит в себе материалы и по тому, как себя вести при встрече с китообразными, и что нужно делать, если вы нашли живое китообразное, что нужно делать, если нашли павшее, как отобрать материал, в том числе там есть, все с картинками подробно рассказано. Кроме того, вот, кстати, выглядит методическая рекомендация, она в свободном доступе, эта методичка есть, совершенно бесплатно, вы можете ее скачать, пожалуйста, пользуйтесь. еще на нашем сайте вы можете познакомиться с видеороликами, которые кратко иллюстрируют методы отбора проб. Вот такой есть видеоролик. Есть видеоролик по спасению животных на воде и на берегу. Ну, понятно, что это все в условиях Черного моря, в первую очередь, мы именно с точки зрения спасения на Черном море говорили, у вас свои нюансы есть, но есть общие моменты, которые надо знать и там, и там. Поэтому я готова сейчас вам ответить на любые вопросы. А так, обращайтесь на наш сайт, читайте, смотрите информацию. Татьяна, большое спасибо за лекцию, было максимально просто и доступно, изложено. Надеюсь, что после этого эфира у нас у многих возникнет интерес к науке, да, и что в следующий раз при встрече с мертвым животным люди уже будут смелее, намного, да, и будут знать, как правильно отобрать биоматериал. Так, я хочу посмотреть сейчас на вопросы. Да, и на самом деле бояться не надо, вот, если есть знания, то ты вооружён. Почему вот часто микробиологи не болеют, да, потому что они знают, как работать с микроорганизмами. Вы теперь тоже знаете, поэтому вы ничем не заразитесь от животного, помните маск, перчатки и спокойные, без нервов отношения вот к этому животному павшему. Вы воспринимаете его как материал для науки. Вот у меня лично вопрос такой, даже вот на примере, да, сейчас у нас лежит кит гренландский в Смирныховском районе, и, допустим, кто-то там из знакомых волонтёров, либо, ну, кого-то мы попросили отобрать материал. Вот человек неподготовленный, но у него есть желание. Ну, и нет, наверное, основного набора инструментов. в нашей группе есть, у нас есть такой чёрный чемоданчик, там основной набор инструментов, которые вы перечислили, он у нас находится, но иногда, когда человек, не знаю, находится в путешествии, где-то там отдыхает, он с собой не возит, да, вот эти инструменты, но у него есть там походные какие-то, там, зажигалка, не знаю, соль, есть ли возможность, да, вот таких людей с там минимальным набором инструментов отобрать более-менее такой хороший образец, образцы? Да, здесь можно отобрать образцы для генетики и можно отобрать тот же зубчик, да, вот что мы говорили. Образцы для генетики это пробы кожи, то есть обычный нож вы обрабатываете, если даже спирта нет, можно любым алкоголем обработать и поджечь, да, то есть можно водкой, там, коньяком, кто что с собой берет, но даже если этого нет, вот, здесь стерильность не так важна, вот, поэтому даже просто чистый нож уже хорошо. Вырезайте две пробы, одну пробу с жиром, одну без жира, и, да, действительно, в некоторых справочниках написано, что можно кожу пересыпать солью, крупной солью, и это сохранит, в принципе, материал, в принципе, можно. Лучше, конечно, идеально заморозка, но если человек после этого будет еще какое-то время где-то в походных условиях находиться, да, даже хотя бы солью. Единственное, что не могу сказать, подойдет ли этот вариант для токсикологических исследований, там все-таки требуется заморозка, но отобрать можно. Зуб тоже можно вполне отобрать, никак не повлияет на его свойства, если вы просто будете его хранить, даже не замораживая. для генетики он не будет иметь потом никаких, скажем так, значимых, достоверных вариантов, но как исследование возраста животных вполне подойдет. И еще очень важный, кстати, важный вид сбора проб, знаете, какой? Это фотография. Просто замечательно помогает фотография в разных ракурсах у животного. Очень многие вещи можно по фотографии сказать, да, не как экстрасенсы, а именно с научной точки зрения можно многое сказать по фотографии. Увидеть какие-то поражения на коже, да, предположить, что это, увидеть расположение животного, его упитанность, какие-то нарушения, да, там, анатомические и так далее, мы все это увидим. Состояние кожи и прочее, прочее, даже как лежит имеет значение, поэтому научитесь правильно фотографировать. Вы должны сфотографировать кита на фоне пейзажа, да, потому что это тоже имеет значение, где он выбросился, в каком месте, где он лежит, во всю длину. Сфотографируйте его с правой, с левой стороны или с живота, со спины, если это возможно. Сфотографируйте крупным голову, плавник спиной, если у этого вида есть спиной, плавник спиной, плавник надо и справа, и слева сфотографировать, потому что это нужно для фотоидентификации. Сфотографировать хвост обязательно, потому что ряд китов крупных, их как раз-таки идентифицируют по хвосту, да. Если это белуха, то там обязательно нужно обратить внимание на шрамы и пятна различные бывают до серые вот этот грибковых поражения ненадолго остаются это тоже все даст возможность фото идентифицировать животное возможно она есть в каталоге и мы с вами скажем кто это да то есть вот эти все вещи фотографии они тоже очень важны помимо даже сбора биологических проб чем больше мы соберем информация животным тем достовернее получим результат спасибо а вот тут появился вопрос от маргариты она спрашивает полезен ли для анализа китовый ус ну китовый ус на я думаю что не полезен для надо если он свежий возможно можно сделать генетику но зачем если есть кожа которую гораздо легче отобрать да китовый ус он полезен с точки зрения наверное интересного артефакта понятно так сейчас посмотрю еще есть вопросы хотя для морфологов честно скажу вот морфологи обращаются для них интересно все и китовый ус как он устроен какие там эти вот пластинки все прочее им интересные кости и конечности мы сейчас говорим в основном про тот материал до который вот мы сами исследуем но по факту этого материала может быть еще больше к нам обращаясь сейчас отрежьте пожалуйста плавники нас волонтеры за сердце боже мой мы тут только научились кожи кусочек отрезать без страха да к этому трупу подходить а у нас еще плавники просите отрезать нет в общем пока мы до этого не дошли да вот еще пока не научились но может быть когда нибудь тоже будем это делать поэтому даже логической точки зрения китовый ус если не шутить если говорить серьезно это важно тоже ясно понятно так есть еще один вопрос они у нас спрашивает если проба для генетики отобрана и зафиксирована солью нужно ли потом ее фиксировать спиртом когда доберемся до спирта или просто заморозить нет просто заморозить больше ничего лишнего мы не добавляем все очень просто на самом деле оказалось лучше спирт чем соль потому что соль это уже такой да морально устаревшие но в крайнем случае конечно если другого нет что делать так по моему еще один вопрос тут один волонтер спрашивает в ватсапе сейчас подождем если формулирует пока он формулирует я бы хотела сказать что я вначале говорила о базе данных которую мы формируем так вот эту базу данных мы хотим внедрить в наше мобильное приложение которое сейчас разрабатываем вот и в скором времени да при помощи этого мобильного приложения зарегистрированные пользователи смогут вы тоже вносить свою информацию фиксировать встречи с этими животными ну и с мертвыми так и с живыми вот и вся информация может быть там аккумулирована ну и тем самым человек сможет носить вклад в науку вот это такая небольшая небольшое лирическое отступление пока копишут вопросы а вот вот еще один вопрос нужны очки с точки зрения безопасности да если делать какие-то надрезы конечно очки защитят слизистую оболочку глаза вот надрезов когда вы просто берете мазки то здесь конечно мала вероятность что попадет что-то на слизистую еще если животное живое а вы знаете что китообразные дышат очень форсированно то есть они вот так резко выдыхают и вдыхают одновременно да и вот этот выдох он идет прям вот из самой глубины легких при выдохе происходит обмен 90 процентов воздуха в отличие от человека у нас там 40 20 до работает у китов то 90 процентов и вылетает из этих легких вообще все что там есть кусочки эпителия микробы все какие хотите если животное больно и этот выдох попадает на слизистой оболочки то может быть заражение да так что здесь имеет смысл конечно надеть очки ясно еще есть один вопрос от ольги мухаммедовой она спрашивает сколько можно хранить проб каждого вида и стоит ли брать от всех животных или только от редких китообразных брать надо всех животных вообще все китообразные с точки зрения лабораторной диагностики редки вот потому что очень редко попадает в руки исследователям вот такой материал и он каждый от каждого китообразного будто морская свинья да или это кошелот или это касатка этот материал на вес золота потому что вот буквально вот честно вам скажу по крупицам международное сообщество собирает вот эти пробы по крупицам собирает информацию об этих животных я вам скажу что повод я как микробиолог да могу сказать что информации по нормальной микрофлоре вот в тех видов которые обитают например на сахалине нет вообще а как мы можем узнать болен он или нет и что с ним происходит если мы даже норму не знаем поэтому отбор от любого животного погибшего но если она достаточно свежая до от живого погибшего животного это все копилку наших мировых знаний о китообразных и как я уже сказала китообразная является верхушкой пищевой цепи нам дает информацию вообще обо всем океане во всем что там происходит поэтому любая проба важно спасибо татьяна ребят будут еще вопросы ждем при хранении проб в спирте есть ли ограничение по лаборатории при транспортировке нет ограничение на самом деле нет вообще даже рекомендуют течение суток выдержать при комнатной температуре вот в некоторых источниках это написано да а вот потому что спирт он уже сам по себе является консервантом поэтому здесь ограничений нет но дальше мы все равно замораживаем вот для того чтобы отправить лабораторию на принципе спирте все прекрасно сохраняется спасибо так я вижу что ольга мухаммедова еще пишет какой-то вопрос сколько можно хранить на генетику на токсикологию и так далее если заморожен в заморозке то неограниченное количество времени единственное что надо знать при заморозке любого биологического материала он ценен до первой разморозки если мы замораживаем повторно то такой материал уже к сожалению теряет больше половины своих возможностей ольга добавила что у нее она работает с ахнерова в местном институте научном институте у них хранят в два-три года то уместно это вполне возможно генетику это без проблем на самом деле может очень долго хранится материал если его повторно не замораживать да вот то есть исследовали всю его цилизацию то он очень может храниться годами вот еще один вопрос поступил сейчас минуточку скорее всего это от артема власова он спрашивает есть морская свиня категории первой категории и заморозили целиком какие пробы с нее можно взять помимо генетики токсикологии гельминтов на вирусы пробы отобрать можно можно если она заморожена быстро первой категории то здесь прекрасная возможность провести вскрытие вот лучше это конечно сделать в асептических условиях ну хотя бы относительно их создать и здесь нужно обязательно начинать вскрытие брать пробы головного мозга начинать вскрытие с как раз таки с полости до головного мозга а дальше мы переходим на грудную полость отбираем те органы в первую очередь которые в норме стерильные да то есть начинаем с них ну сердце легкие соответственно лимфоузлы и жидкости которые есть грудной полости следующий этап мы переходим в брюшную полость и отбираем там сначала прентхематозные органы печень почки а потом уже полосные можно органы отбирать каждый орган отбираем в отдельный стерильный пакет до или в стерильную емкость и сразу же передаем в лабораторию на посевы для вирусологических исследований микробиологических то есть если эта возможность есть до сразу передать эти пробы микробиологом вирусологом то можно проводить скрытие если нет ждем пока такая возможность не появится да вообще вот такая вот заморозка целиком это самый ценный сбора материала но я не представляю как можно целиком заморозить серого кита я думаю что я вы не против если я дам ваш телефон артему власову он очень любит вот на эти темы поговорить что я чувствую он только разошелся заканчиваем разговор да сейчас давайте подождем еще пару минут или наверное может быть уже закругляться будем все таки давайте если что сделаем таким образом если у кого-то возникли вопросы вы во первых можете писать к нам на дельфо-центр почту раз вы можете писать я думаю юли она мне передаст эти вопросы через ватсап я обязательно отвечу всем хорошо может сейчас пока еще вы получили много информации не всю ее переварили и вопросы только возникают но не формулируется вот как их сформулируется пожалуйста пишите мы вас не забудем мы обязательно всем ответить хорошо может быть у вас тоже какие-то случаи были интересные по отбору проб потому что несмотря на то что в принципе вот я лично уже более 20 лет занимаюсь исследованием морских млекопитающих отбором проб но честно говоря каждый полевой сезон это открытие обязательно что-нибудь новенькое ты понимаешь что ты ничего не знаешь поэтому вот такая кооперация с любыми людьми с волонтерами с теми кто вот живет на побережье и так далее она очень важна и интересно для всех и для вас и для нас тоже да я полностью согласна с вами ну тогда давайте закругляться хотела напомнить что в следующем эфире мы будем говорить о том как оказать помощь мелким дельфинам попавшим на мель так кто то еще терроризирует слушайте ну артем власов спрашивает а мозг можно отобрать через спинномозговой канал череп чтобы оставить в целости целостности можно можно попробовать да потому что там небольшая эта проба нужна на пациент ага таня знаете еще аня голева хочет задать вопрос то я думаю последний все и мы закрываемся уже сейчас минутку да сейчас напишет вот я еще хочу повторить информацию по поводу самой информации материала если вы отобрали материал да и у вас есть все все правильно да отобрана пробирки то передавайте этот материал нам созвоните на наш телефон вы можете этот телефон найти на нашем сайте я бы хотела сейчас быстренько продемонстрировать совместно исполнить пока а не пишет вот значит это наш сайт да и вот этот телефон это я говорю для тех да для тех людей которые может быть здесь только новенький да не наши волонтеры еще вот так а не написала письмо вернее вопрос сейчас минутку закроет презентацию завершить демонстрацию слабо потому что не видно не было видно да я тут немножко не сориентировалась сейчас вот это для тех кто ну кто не состоит нашей группе всю информацию можете передавать друзьям океана позвонить написать по ватсапу либо по вайберу вот либо она 112 так вот вопрос от ани минутку был выброс северного плавуна ученые просили отобрать верхнюю челюсть вот чем ее отобрать но верхняя челюсть она соединена прямо вот с этим с черепом да то есть там по идее надо полностью всю голову наверное выбирать вот атаку существуют специальные пилы для костей да и здесь можно отпилить я так предполагаю выварить потом если им нужна именно кость и им нужны морфологические исследования тогда это только вываривание я думаю это последний был вопрос да небольшое вам спасибо еще раз спасибо что нашли время спасибо за эту нужную важную информацию надеюсь что мы скоро с вами еще раз встретимся может быть вы найдете для нас еще время там рассказать о каких-то других интересных важных фактах о морских животных вот может быть следующий эфир об оказании помощи мелким дельфинам может быть у вас получится большое спасибо всем кто пришел слушать очень радует то что у нас люди интересуются и наукой и интересуются и беспокоятся за нашу экологию это очень радует и замечательно что есть такие ребята такие люди какие-то